В Тверской области завершен второй этап ремонта шоссе Дубна-Кимры-Горица. Оно входит в региональную опорную дорожную сеть и соединяет Тверскую и Московскую области. Между тем в регионе остаются многие десятки километров местных дорог, а также деревенских улиц, жители которых мечтают даже не об асфальте с разметкой, а хотя бы о простой щебенке. Дорога, ведущая к деревне Наквасино, что под Тверью, уже давным-давно находится в отвратительном состоянии. Из твердого покрытия здесь время от времени встречается только битый кирпич. Его подсыпают местные активисты, чтобы это пространство хотя бы условно именовалось проезжей частью. Не так давно все их усилия свел на нет фермер, перекапывавший это поле. Фермер Денис Мурмечин, вот они каждый год копают картошку, сажают. Вот он все ископал нам и перепахал нам также дорогу, что нам не проехать. Поле как идет, они пахали вот так, а теперь стали поперек пахать. Получается, трактор выезжает на дорогу. В итоге заехать в деревню с этого конца стало практически невозможно. Тем более, что здесь и раньше вязли даже, казалось бы, проходимые уазики. Конечно, можно в Наквасино заехать и с противоположной стороны. Но там съезд с шоссе слишком узкий, да и состояние грунтовки не лучше. По этой дороге, так как она просто грунтовая и в основном одна трава, после двух-трех дней дождей накатывается очень глубокая клея. Потом мы ее опять же берем лопатами, сами закапываем, когда подсохнет. И вот так вот постоянно, год из года уже. Словом, дороги в деревне Наквасино, что называется, не проехать, не пролететь. А ведь здесь живут далеко не только пенсионеры. По такой грязи детям сложно дойти до школьного автобуса. И у водителей в сам населенный пункт, естественно, и не подумай заезжать. Кстати, трасса, ведущая отсюда к Беженскому шоссе, на значительном отрезке в ненамного лучшем состоянии. Вы бы посмотрели приезд, когда в нашу деревню, это когда сворачиваешь с асфальта, со Славного. Вот там вот, да, до востока. Это же вообще, это кошмар какой-то. Там не только машины, там разбили у нас, когда возили торф. Разбили всю эту дорогу, а сделать не сделали. Там даже проваливаются машины иногда. Все обращения людей в администрацию Славновского сельского поселения ни к чему не привели. Дозвониться до главы Андрея Андреева не получилось и у нас, как и дождаться чиновника, который явно не спешил с обеда. Так же, как и не спешит хоть немного починить дорогу в Наквасино, жителям которого остается завидовать землякам из приграничных с Подмосковьем районов Тверской области. Там дорожную сеть, судя по всему, приводит в порядок очень активно.